Газификация и рост цен на продукты питания. Эти и ряд других тем актуальны почти для всех регионов страны. Но они приобретают особую важность в Алтайском крае, с его аграрным укладом экономики и большой долей сельского населения. Этому в том числе посвятил свой визит на Алтай первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. О предварительных итогах поездки расскажет мой коллега Глеб Полянский. Рабочая повестка губернатора Виктора Томенко всегда насыщена событиями. Но на этой неделе график был особенно плотный. Алтайский край уникален. Это его преимущество и во многом бремя. Большое количество маленьких сел равномерно распределены по территории региона. Природным газом пользуются порядка 360 тысяч человек. Газифицировано всего 140 населенных пунктов из 1600. Такое уж наследие досталось нынешнему главе региона. За четверть века общий уровень газификации в крае достиг лишь 16% по методике Минэнерго. По оценке, скажем, которой руководствуется «Газпром», как известно, даже меньше эта цифра представляет сегодня. И, конечно, для комфортного проживания, тем более в условиях Сибири, такого ярко выраженного сельского уклада жизни, этого, конечно, недостаточно. 21 век, а люди топят печи дровами и углем, как их деды и прадеды. Правительство региона не стало мириться с таким положением дел и заключило соглашение с Большим Газпромом. До конца 2025 года построят газопроводы до Рубцовска и Славгорода. 9 межпоселковых газопроводов до 21 населенного пункта. К газу подключат порядка 3 тысяч домов. На эти цели направят более 55 миллиардов рублей. Все это хорошо, но зачастую газ в селе есть, но подключить его для людей – непосильная задача. Цена каждого метра трубы такая, будто она из золота. А еще ведь нужно купить котел, переоборудовать систему отопления в доме. В ситуацию вынуждены были вмешаться на федеральном уровне. Получали тысячи обращений от людей по поводу сложности процедур, подключения длительных сроков, высокой стоимости. Именно поэтому «Единая Россия» обратилась к президенту с инициативой о запуске программы социальной газификации. Вы знаете, в послании федерального собрания президент инициативу партии поддержал. И он четко сформулировал задачу, что за подведение газа до границ земельных участков люди платить не должны. Так в селе Точильное Смоленского района уже началось подключение потребителей в рамках программы до газификации. Всего благодаря ней еще 103 тысячи домовладений края получат доступ к голубому топливу. К концу 2022 года уровень газификации региона вырастет до 26%. Губернатор также рассматривает вопрос об увеличении помощи из краевого бюджета некоторым льготным категориям граждан на подключение к природному газу с 20 до 50 тысяч рублей. Президент сформулировал поручения, правительство утвердило в конце апреля, мне кажется, дорожную карту своим распоряжением правительства Российской Федерации. Мы организационные структуры свои создали, Газпром точно так же подготовил все для того, чтобы мы могли двигаться вместе. Я думаю, что мы обязаны просто эту задачу выполнить в те сроки, которые установлены руководством страны. В энергетике государство играет решающую роль, но что делать с рынком продуктов питания, где действуют механизмы свободной торговли? На Алтай производят качественное продовольствие, востребованное за рубежом, за валюту. Но высокие экспортные цены провоцируют повышение цен и на внутреннем рынке. Вместе с Виктором Томенко Андрей Турчак посетил одно из хозяйств Первомайского района. Первый зампред Совета Федерации подчеркнул, что рост цен необходимо сдерживать, но не директивно, а с помощью рыночных рычагов. Процент наценки в торговых сетях резко был. И в прошлом году такого не было. Наши сельхозпродавители в этом... Кому война, а кому... Я это понимаю, это не вопрос не к вам. Это вопрос к сетям и к прокладкам, которые между производителями и сетями существуют. Существуют до 400%, но это борзер. Конечно. Ну так, прямым текстом. Андрей Турчак подчеркнул, что Алтайский край – хороший пример региона, где у фермеров есть выход на ярмарочные площадки. И этот опыт предлагают тиражировать на всю страну. Сократить цепочку посредников, обеспечить фермерам возможность прямой реализации своей продукции. Речь идет не о стационарных рынках, а именно о ярмарках. Наша задача, помимо прямой поддержки, скажем, сельхозпродавропроизводителей через программы государственные, через какие-то специальные проекты и так далее, наша задача, конечно, постараться создать им условия для того, чтобы свою продукцию они могли, минуя посредников, через ярмарочные механизмы, социальные ярмарки, выходного дня, еще какие-то варианты активной такой торговли могли бы донести до своих покупателей, до потребителей. Ну и это позволило бы, наверное, тоже на цену повлиять ее в каком-то смысле и так снизить, минимизировать до оптимального уровня. В повестке рабочего визита нашлось место и для вопросов благоустройства краевой столицы. Андрей Турчак посетил Нагорный парк. Горожане предлагают установить здесь стелу «Город трудовой доблести». Это звание присвоено краевой столице недавно и совершенно заслуженно подчеркнул первый замститель председателя Совета Федерации. Очевидно, он неплохо подготовился к визиту в регион и изучил историю Барнаула времен Великой Отечественной войны. Был фронт, но не менее важным был тыл, который этот фронт обеспечивал. И как пример Барнаула, который производил каждый второй патрон и производил моторы для каждого пятого танка Т-34, безусловно, это такой ощутимый и значимый вклад в победу нашу общую. Самое важное, что решения по представлению заявок на эту номинацию принимают люди. И здесь в Барнауле было обеспечено народное голосование. Всего приняло участие порядка 180 тысяч человек. Это говорит о многом. Андрей Турчак отметил, что окончательное решение о размещении стелы будет принимать не комиссия, а жители города. Он выразил надежду, что произойдет это в ближайшее время, и город получит еще одно памятное место и точку притяжения. Наш земляк, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, уверен, что за Барнаулом должны последовать и другие города края, например, Бийск. Для меня этот город Наукоград, город, связанный с оборонкой, и там один из первых вопросов было, а будет ли рассмотрена заявка Бийска. И действительно, она сегодня добротно готовится, и я не сомневаюсь, что и Бийск, как минимум, надеюсь, что и Рубцовск, найдут свое место в следующей составляющей городов трудовой доблести. Претендует на присвоение звания «Город трудовой доблести» и «Новоалтайск», где в годы войны работали эвакуированные из европейской части страны предприятия, например, вагоностроительный завод. Мы все три города будем представлять на присвоение им статуса. Надо сказать, что сложилась определенная практика. Вот мы сегодня ехали, обсуждали сюда. Вот на сегодняшний день 32 города, 32 городам присвоен статус города трудовой доблести. Из них 24 – это все-таки пока региональные центры. Мы по максимуму отработаем, подготовим все документы и, естественно, будем сопровождать в случае каких-то уточняющих вопросов со стороны Академии наук или следующих инстанций, где будет этот вопрос рассматриваться. Визиты федеральных чиновников и депутатов, на взгляд обывателя, носят протокольный характер. Приехали и уехали, а мы остались. Но именно на местах в диалоге познаются истинные потребности жителей огромной страны. Это именно то, чего не увидишь из окон московских кабинетов. Отрезвляет. Помогает принимать взвешенные и действительно нужные решения. А для региональных властей это повод всегда оставаться в тонусе. Положительный эффект мы должны увидеть уже в ближайшее время. Надежная экологичная энергетика, крепкое сельское хозяйство с частной инициативой и память о воинской славе предков. Неплохой задел на будущее. А как мы им распорядимся, покажет лишь время. Глеб Полянский, Катунь-24.